Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как канадские либералы канадскую вакцину создавали. 8 декабря на CBC появилась статья о том, что профинансированная правительством Канады на 300 миллионов долларов компания Medicago из Квебека, которая должна была создать собственную канадскую вакцину от ковида, закрылась в феврале 2023 года, так ничего и не произведя. Правительство получает сейчас обратно от их материнской компании Mitsubishi всего 40 миллионов долларов. Причем, замечу на полях, про 40 миллионов возврата CBC пишет в заголовке. А про 300 миллионов потерь мелким шрифтом внизу. Кстати, на самом деле это 323 миллиона. Но это так, к вопросу о том, как работает CBC. А ведь как хорошо все начиналось. Я поднял свои архивы и вот как оно все происходило. Хорошая новость. Собственная канадская вакцина Medicago прошла все три стадии испытаний и сейчас находится на одобрении Минздрава. В переводе с латинского Medicago означает Lucerna. Вакцина основана на растениях и является очень перспективной, так как предполагается, что она будет эффективно работать против будущих модификаций вируса. Ее производство планируется начать во второй половине этого года и до конца года может быть произведено 80 миллионов доз. Вообще же мощности строящегося в Квебек-сити завода позволят производить до 1 миллиарда доз в год. Вакцина Medicago Covifence таки получила одобрение канадского Минздрава в феврале 2022 года, но так и не вышла на рынок. Medicago закрылась в феврале 2023 года после того, как компания Mitsubishi решила прекратить маркетинг вакцины Covifence и финансирование компаний в целом. О причинах такого решения CBC ничего не сообщает. В июне этого года контракт Канады с Medicago на закупку вакцин был расторгнут по обоюдному согласию. Как это мутная история, вам не кажется? Ладно, что мы имеем в сухом остатке? Заплачено 323 миллиона, из них 173 на развитие закрывшейся компании и 150 миллионов – невозвратная предоплата за вакцину. Возврат составит всего 40 миллионов. Итого отрицательный доход – 283 миллиона долларов. И ни одной вакцины. Замечательный итог, правда? Причем это не единственный фейл говермента по закупке вакцин. CBC говорит, что наряду с контрактом Medicago был расторгнут и контракт с Enofi Pharmaceuticals, а больше CBC почему-то ничего не говорит. Но у меня все ходы записаны. В моих архивах есть еще два эпических фейла. Предлагаю их вашему вниманию. Вот первый из них – вакцина CanSino. Смотрим. Первая волна только началась. 6 мая Канада объявила о сделке с китайской компанией CanSino, которая разрабатывала одну из самых перспективных на то время вакцин. Канада должна была принять участие в тестировании этой вакцины. Но возникла одна проблема. Когда CanSino попыталась послать первую партию привив к Канаду, китайские власти заблокировали поставку, вероятно, из-за ареста в Канаде дочери владельца компании Huawei, Мэнг Ван Чжоу. Арест был произведен по запросу Америки, и, кстати, его законность вызывает большие вопросы. Ну вот если ты делаешь ставку на сотрудничество с Китаем, ну, наверное же, не надо идти с ним на конфронтацию. В результате китайский контракт сорван, и только 5 августа Канада объявила о подписании контракта с Pfizer и Modern, которые, естественно, поставили Канаду в конец очереди. Ну хорошо, если уж так получилось, что по просьбе большого брата ты арестовал эту даму, то надо же как-то договариваться, чтобы тебя не ставили в конец очереди-то. А вот второй вакцин от калгарийской компании Providence Therapeutics. Смотрим. Одна mRNA-вакцина от калгарийской компании Providence Therapeutics уже лицензируется, куда вы думаете? Та-да, в Китай. В сентябре они подписали соглашение из китайской компании Everest Medicines. Глава компании Providence Therapeutics Брэдли Соренсон дал интервью агентству Bloomberg. Это буквально крик души. С апреля 2020 года компания неоднократно заявляла, что имеет технологии и готова приступить к работе по созданию отечественной вакцины. Но либеральное правительство Джастина Триду их тупо не слушало и не предоставляло финансирования более года. В апреле 2020 года компания отставала от Модерны на один месяц. Модерна получила финансирование 1 миллиард долларов от американского правительства. А все, что получила Providence Therapeutics, это несчастные 10 миллионов, и то с большим опозданием. Канадское правительство не предоставило даже кредит в размере 200 миллионов долларов, который компания запрашивала дважды. По словам Брэдли Соренсона, они просто не ответили. Теперь компания открывает производство в Китае и, наконец-то, будет иметь в своем распоряжении 100 миллионов долларов от Китая и использует их для того, чтобы открыть производство в Канаде. Ну а поскольку у компании нет заявок от Командарского правительства, то пока что вакцина будет производиться только на экспорт. В интервью глава компании назвал действия правительства непростительными. Компания Providence Therapeutics с тех пор так и сотрудничает с Китаем, причем у них на сайте говорится, что их ковидная вакцина только для Китая и предназначена. Ну вот так правительство 3D создавало собственную канадскую вакцину. Ну что сказать, похоже оно как минимум поставило не на ту лошадь, причем несколько раз. А может быть как раз именно на ту, просто мы чего-то не знаем. Но вот канадцы совершенно точно поставили несколько раз не на то правительство. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, шерьте, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok